Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, еще раз говорим. Продолжается утро на Болткоме. Артем Липин, Олег Пеков в студии. Доброе утро. И Евгений Копин за звукорежиссерским пультом. Мы продолжаем. Вот у нас до того, как мы начнем с вами общаться перед интерактивом, получасовой еще встреча. У нас в студии глава Рига Смэжи Айвар Стауринич. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, все слушатели Болткома. И, наверное, вот факт, который меня действительно поразил, о том, что дети сегодня проводят на прогулках меньше времени на природе, чем даже заключенные, у которым хотя бы это полагается. Наверное, мы не задумываемся над тем, что у детей все меньше и меньше представлений об окружающем мире. И они его получают скорее из мобильных телефонов, чем вот просто прикоснувшись, прогулявшись, узнают о природе не через природу. Вот этот удивительный парадокс. Ну да, мы люди в Риге Смэжи, которые встречаются с природой каждый день и много. И это одна из самых составных наших жизней — быть в природе, быть и на «вы», и на «ты» с природой, заботиться о природе и брать те плоды, которые она нам даёт. И это, наверное, естественно, что в этом процессе, в котором мы последневно находимся, приходят мысли, что те проблемы, которые мы видим вокруг себя и которых мы хотим решить, они нас заставляют задуматься, как это сделать. И одна из таких вещей — то, что вы сказали, что наше новое поколение всё больше уходит в эти телефоны. Я даже сегодня смотрел к вам, когда ехал на Вантовском мосту, ну там движение такое очень тихое, и рядом машина, и сидит папа, мама и двое детей. И тот момент, когда машина стоит, все четыре смотрят телефоны, да, это вообще фантастика, да. Так что, да, это реальность, когда наши дети думают, что молоко — это из коробок этих тетропак, которые мы покупаем в магазине, а не из коровы, что они много-много того, что в основе нашей жизни они как-то не знают. Ну и мы даже, знаете, задумывались о том, что одно дело ухаживать за лесами, сажать их, потом их этот урожай собирать, потом бревны распиливать. И как бы, с одной стороны, это наша главная задача. Но, может быть, это не самая главная задача. И главная задача всё-таки — работать с нашими людьми, и в первую очередь с детьми. А вот то, что мы там ухаживаем, пилим и так далее, — это как бы только средства для того, чтобы заняться этим делом. И поэтому, ну, не удивляться, что лет уже 12 назад у нас пришла в голову такая идея, это буквально после того, как создалось наше предприятие, что надо думать о новом поколении. Во-первых, потому что мы должны детям давать те навыки и те знания, которые они должны получить за свою жизнь. Это как дома, в семье. Мы их учим, как утром вставать, как кушать, как ухаживать за собой, за домом, и как жить в семье. Также мы должны их научить, как жить в той среде, которая вокруг нас. Потому что мы все понимаем, что мы из леса, можно сказать, пришли, или из природы, и мы туда возвращаемся всё время. Поэтому, по-моему, это была естественная такая идея, что нам надо создать... Правда, сначала у нас была такая скромная идея «зелёный класс». Не можем сказать, что это какая-то суперидея, которая вот прямо в Рижских лесах родилась. Если мы в Google маму зайдём и посмотрим, там в разделе «зелёный класс» — весь мир покрыт «зелёными классами». Но их никогда не может быть больше, особенно у тех, которые непосредственно так заняты лесом и природой, как это делаем мы. Поэтому, да, мы сначала думали создать «зелёный класс», а сегодня, когда уже прошло столько лет, у нас уже «зелёная школа». В этой школе у нас четыре класса. Первый класс — это в лесничестве. И когда мы строили лесничество, мы сразу предусмотрели, что там этот класс будет. И это первый шаг, когда мы знакомы, что такое лес, как мы с лесом общаемся, как мы занимаемся лесом, чтобы понять хозяйственные такие структуры, которые в любом обществе есть, и в государстве. Потом у нас есть класс, где мы называем его «флора». Это где мы показываем, как мы достигаем, чтобы у нас были свои семена для леса, как мы саженцы делаем, выращиваем, как мы потом это всё приносим в лес, и как мы в лесу за этим всем ухаживаем. Это такой более лесной класс. Правда, там тоже есть своя инфраструктура, о которой я скажу немножко позже. Ну, потом третий класс — это про животных. Это очень интересно. Нам всем надо знать, с кем мы тут вместе живём. А рижки и леса — такие леса, в которых есть начиная зайца и кончая медведя. Поскольку наши леса близко и доходят до Лимбожи, а это уже регион, откуда эстонские наши бурые товарищи тоже к нам уже приходят. И уже на постоянную жизнь обосновались. Так что это третий класс, где мы рассказываем о том, что живёт, и кто наши соседи в лесу, и как с ними общаться, и какую пользу мы им, или они нам приносят, и вред тоже, и так далее. И четвёртый класс — это у нас наш завод по переработке древесины. Геми тоже, когда уже проектировали этот завод, предусмотрели обширный большой класс, ещё с балконом, который нам позволяет детей вывести прямо над производством и непосредственно бить в цеху, но находясь в очень безопасном, хорошем месте, особенно откуда так хорошо видно, как весь производственный процесс происходит. Вот такая у нас школа, и у нас девиз такой, что начиная с семена до доски дойти, как же этот весь период, весь этот процесс проходит в нашей жизни связанным с лесом. Ну, это такой довольно краткий, может быть, рассказ о том, что наша школа, хочу немножко сказать о наших принципах. Нам казалось, что очень важно, чтобы эту школу создавать, ну, на такую прочную, долголетнюю, такую, как наш лес. Лес, вы знаете, это вещь, которая мерится не годами, а десятилетиями, даже столетиями. Поэтому нам показалось, что наша школа такая же должна быть, и в этой школьной должна быть очень хорошая инфраструктура. И мы вот эти 12 лет уделяли много внимания, чтобы создать школу с хорошей инфраструктурой. Что я по этим имею? Ну, во-первых, это, конечно, здание, это место, где мы можем провести свою школу. Можно сказать, ну, что в лесу, какие там здания, идёшь в лес, становишься у дерева, да, и вся школа. Да, конечно, очень большая часть проходит в лесу. Тут то, что вы в самом начале сказали, что это всегда связано с нашей учёбой, в нашей школе с прогулками. Наши дети действительно мало двигаются. Они двигаются, как и правильно сказали, меньше, чем даже заключённые, которые их просто и заставляют, им дают эту возможность гулять. А нашим детям, вот в связи с тем, что мы очень хорошо сидим в транспорте, что у нас всё родители, общество позаботилось, как можно меньше двигаться, ну, конечно, за исключением тех, которые занимаются активно спортом и так далее. Но в целом, конечно, мы даём возможность детям и двигаться. Это до 6 километров надо пройти, чтобы провести эти уроки, которые предусмотрены в нашей школе. И время тоже где-то до 4 часов это всё происходит. Поэтому одно дело гулять по лесу, стоять у деревьев, слушать эти рассказы и активно участвовать в том, что происходит в лесу. Но и надо иметь материальную базу, там, где мы можем показать много вещей. Во-первых, какими вещами, каким оборудованием люди работают в лесу. Вот даже эти животные, да, мы же рассказываем, что вот здесь заяц в лесу, нам надо его показать. А в живом это очень сложно сделать, да. И также про всё остальное живое, что там есть. Короче, вот, например, такой, по-моему, самый яркий пример. Мы лет тоже вот 10 назад увидели одно незаконченное здание в Баловском районе, где это было предусмотрено для лесничества. И, ну, им оказалось, это здание не нужно. Мы её разобрали и ещё с архитекторами поработали. И у нас сейчас, по-моему, очень красивый класс для фауны, где есть действительно лесной дом, но уже такой очень современного вида. Я думаю, что, может быть, в следующем году даже архитекторское бюро, архи сможет её выставить на какой-то конкурс, где сочетается вот такое бревничество здания из бревн и современная красивая архитектура. И ещё один такой штрих, который я хочу всем сказать, что нам, например, кажется, что нам детям надо дать самое высокое качество всего того, что мы делаем. Часто всё-таки наблюдается, что немножко по остаточному принципу. Ну, сделаем как бы попроще, подешевле. Нам кажется, что детям надо с самого начала показать качество, как это должно быть в этой жизни, к чему мы должны стремиться. И поэтому мы очень большое внимание уделяем даже вот этой инфраструктуре, чтобы она была качественна, что дети с самого начала видели, как правильно это надо делать, чтобы они привыкли к качественным вещам. Я думаю, это тогда будет распространяться на всю их жизнь, те отрасли, где они будут работать. Вот создаём инфраструктуру очень качественную, где дети с удовольствием учатся. Ну, и результаты такие, что, скажем, лет пять назад к нам вначале приходили где-то 400 учеников, сейчас уже полтора тысячи. Правда, нас очень расстраивает ковид, потому что ковид косит эту нашу хорошую идею. Дети, конечно, особенно, мы сейчас слышим, последние дни отказываются от всех активностей вне школы, сохраняют возможность учиться вместе, и это влияет и на нашу активность. Но, с другой стороны, это опять период, когда мы можем лучше подготовиться к тому периоду, и я глубоко убеждён, что это скоро кончится, когда дети просто хлынут потоком к нам, потому что все будут уже настроены к тому, что надо выходить в природу, надо идти на экскурсии и так далее, и учиться лесным делам, и мы должны в этот момент быть готовыми к этому. Я уже хочу записаться к вам в школу. Между прочим, дети, дети, да, но у нас действительно много взрослых, особенно начиная с учителей, потом мы свою школу показываем, и нашим коллегам по отрасли практически все говорят, мы взрослые тоже хотим к вам приехать. Это возможно, мы не можем принять пять человек, это просто для нас слишком дорого получается, да. Притом, я ещё такой нюанс хочу сказать, что у нас есть руководитель школы, есть помощник его, но все остальные учения проходят на добровольных основах, там участвуют наши сотрудники, наши лесничьи, наши люди, которые работают в рыжеских лесах. Поэтому это такое не совсем профессионально, может быть, с одной стороны, мы не имеем высшее педагогическое образование, но зато мы специалисты, и мы от своего сердца это делаем безвозмездно, и к нам приезжают и безвозмездно, это бесплатная учёба такая. Поэтому не только дети, но и взрослые желанные гости нашей школе надо организоваться, вот, например, ваше радио, если у вас в коллективе есть такое желание, выберите какое-то время, это для вас тоже будет, во-первых, познавательно, во-вторых, это будет вам отдых, и я думаю, что это на долгое время останется в памяти, и самое главное, что, может быть, в каком-то смысле для кого-то поменяется и отношение к лесу, потому что мы каждый день, действительно, я вначале сказал, что у нас были проблемы, и мы начали думать, как их решать. Мы видим, как загрязняется, например, лес. Это ужас, то, что происходит в лесу. Я не знаю, или это наша до конца непродуманная система мусора, или какие-то другие, или люди по своей морали, пока не выросли, но с лёгкой руки люди превращают в лес мусорник. И чтобы так не было, у нас, конечно, есть специальная служба, мы собираем каждый день, каждую неделю, круглый год, у нас субботник, если можно так сказать, вплоть до 4 тысяч тонн у нас рекорды, сколько мы из леса мусора вывезли, и мы детям тоже, и всем, кто к нам приходит, очень часто для первого этапа прогулки даем в руки пластмассовый мешок, и мы за какие-то полкилометра собираем полный мешок. Это беспрерывная борьба. Но если человек один раз прошёл и собрал в этот полиэтапичный мешок этот мусор, вряд ли у него второй раз поднимется рука, бросит что-то в лесу. Так что вот такая ещё нюанс в нашей школе. А как записаться всё-таки в вашу школу? Ну, я имею в виду, вот, например, если сейчас нас слушают, директора или родители, учеников, которые хотели бы отправить своих детей? Ну, во-первых, рижские школы все нас знают, да, потому что мы привлекали учителей рижской школы, рижских школ, ну, для методологии, мы хотели с ними переговорить, и переговорили о том, что лучше детям показывать, какие их мнения, как педагогов, так что рижские школы, в принципе, знают, но знают нас вся Латвия, потому что дети приезжают не только с Риги, но и с ближнего, так сказать, наши соседи, я не сказал, школа находится в Огре. Это, ну, очень удобно на поезде, на других транспортах, это 35 километров от Риги, Огрские школы, нам постоянные гости, да, и все, которые вокруг, и вся Латвия, но очень просто, заходим в наш Ригас Межи, хомпейдж, или как это? Ну, на сайт, да. На сайт, да, и там все расписано, и телефоны, и варианты все взяться, и я всегда знаю то, что вот если человек услышит, и это его интересует, он всегда найдет, как связаться, как нас найти, а через наш этот Ригас Межи домашний сайт. А работает ли она, я имею в виду, не круглосуточно, а круглогодично, или зимой, например, закрывается, если, ну, там погодные условия, холодно? Мы, в принципе, работаем круглогодично, но сами школы вносят какой-то периодичность, и, конечно, осень и весна это самое активное посещение нашей школы, потому что у многих школ проектные недели, есть какие-то такие вот связанные с учебой, усиленный интерес к природе и так далее, но мы работаем круглогодично, нам, конечно, хотелось больше видеть детей, посещающих нас летом, и зимой мы работаем, так что любое время, если не мешает ковид, мы вас все ждём к себе. Да, у нас есть такой небольшой, не знаю, стереотип, может быть, что в Латвии всё лесов становится меньше и меньше, что, мол, они вырубаются и развозятся, это действительно так, или есть какие-то числа, которые, наоборот, показывают, что латвийские леса растут? Это, я думаю, всё-таки миф, конечно, видите, одна из основных причин, почему у народа такое создалось впечатление, потому что в первые годы вырубка леса в основном шла рядом с большими дорогами. Это очень просто, это всегда... Потому что там нет животных, какой-то такой большой... даже не в этом причина, просто привозить удобнее, да, всегда берёшь то, что удобнее, да, и с той же проблемой или ситуацией встретились и речки леса. Притом, надо помнить одну очень простую вещь. В советское время лес, не просто был лес, и место отдыха, или место, где можно взять материал, это был и стратегический объект. Потому что военные, ну, наверное, какие-то доктрины предполагали то, что лес мешает продвижению врага. Лес закрывает какие-то базы, которые, ну, не так хорошо надо видеть и так далее, да, и вырубка леса в Латвии была очень связана с этими вопросами. Поэтому вырубка была очень ограничена, мы очень, наверное, хорошо помним те, моё поколение, люди, что достать какие-то изделия из древесины вообще в советское время это было очень сложно. При общем дефиците вагонка, какие-то доски и так далее, это был супер дефицит. Надо было иметь очень большую, так сказать, энергию, чтобы это всё добыть. А это было связано с тем, что основная вырубка шла в других регионах Советского Союза, мы в то время специализировались на производстве молока, мяса и так далее, направляли этим регионам, а древесина в основном шла из российских федераций, особенно из этих северных районов, поэтому это был дефицит. Тогда, когда мы пришли к независимости, поменялось отношение к этим вопросам и, конечно, мы приступили к нормальным хозяйственным лесу. Оказалось, что у нас очень много уже старого леса, скажем так, который уже кричит, что его надо вырубить, а нам надо понять, что в Латвии в основном лес это хозяйственный, это лес, который посадили люди. У нас нет такого естественного леса, который сам вырос. Эти времена были тысячу лет назад. А все после истории и немецкое время, и Российская империя и так далее, лес всегда был хозяйственным. И, конечно, он такой остался и сегодня. Поэтому, если правильно хозяйничать, надо в этом обороте сажать и вырубку делать, иметь правильную последовательность и периоды. Поэтому сейчас пришлось много вырубать, особенно, все делалось рядом с дорогами. Ну, что люди видят? Люди видят, что идет вырубка, а то, что большие массивы, еще не вырубленных, а уже кричащих, что надо рубить леса, еще в Латвии находятся, это факт и самое главное. Смотрите, половина леса принадлежит государству и половина частникам. Рижские леса это небольшая часть всех лесов, но вот в государственных лесах и рижских лесах стопроцентно весь вырубленный лес в десятикратном варианте отсаживается обратно. В десяти? Да, мы на каждое вырубленное дерево сажаем десять новых. Это такой закон лесу, потому что в течение ста лет из этих десяти деревьев, проходя всю технологию выращивания леса, конечно останется один, но сто лет, чтобы после сто лет у нас был хороший красивый лес, мы после вырубки сажаем десять новых, вместо одного вырубленного, да, и там идет потом уже ретинашин. Ну, в смысле реже. Да, мы делаем после первых двадцать лет первый раз смотрим, которые немножко больные, которые слишком близко растут к другу, первая выборка этих из десяти что-то уходит, да, и так в течение сто лет остается опять один, но и государственные рижки леса вместо одного вырубленного сажает десять, это по закону, поэтому, если вот, я, между прочим, имел такое удовольствие полетать на небольшом самолете, посмотреть, как Латвия выглядит сейчас сверху, это просто красота, как растет новый лес. Да, вот в девяностых годах, где-то в начале, когда начиналась эта интенсивная вырубка, было очень много видно таких коричневых пролешеных, да, а сейчас это все стало зеленым, Латвия сверху в отношении лесов выглядит очень красиво, разные тонны зеленого цвета, но везде видно, как растет новый лес, поэтому сказать то, что леса у нас становится меньше, это неправда, леса столько, сколько есть, столько не есть, но еще надо сказать, что если сравнить с 20-ми годами прошлого столетия и сейчас, то есть резкое увеличение площадей лесов, это где-то больше два раза сейчас. В Латвии или в мире вообще? В Латвии, в Латвии, да, я говорю о Латвии, поэтому я со всей ответственности здесь сидят перед вами и перед всеми слушателями Балкома могу сказать, что не надо беспокоиться, лес в Латвии очень хороших руках, лесом занимаются специалисты, они смотрят не на год вперед, не на 10, они смотрят вперед на 100 лет и лес в Латвии всегда будет красивый, зеленый, здоровый и всегда это будет одна из наших основных отраслей хозяйствования, потому что мы можем смотреть направо, налево, мы можем искать новые технологии, но как бы удивительно не было, экспорте, Латвия, в Латвии всегда одна из самых основных позиций это лес, это так было тогда, когда Рига создавалась 800 лет назад, так это и сегодня. Я сам работал какое-то время в порту, Рижском, я был руководителем Рижского торгового порта, и в то время был металл, был уголь, был хлопок, и был консультант из Великобритании, и мы, когда смотрели перспективу Рижского порта, он сказал, никогда не забудьте, что ваш самый, основной, самый лучший и надежный товар в Рижском порту это будет лес. И сегодня, проходя уже после этого 20 больше лет, я могу посмотреть обратно и смотрю, слежу за тем, что происходит в порту. Да, есть контейнеризация, да, били очень много угля, били многие другие товары, но одни уходили, другие приходили, кризисы разные были, мы сегодня тоже знаем, что в транзите у нас большие проблемы, но лес, всегда порт полный лесом, и он всегда так и будет. На этом, наверное, большое время заканчивать, зелёная школа, записывайтесь, звоните, приводите себя, своих детей и своих знакомых, а с нами сегодня в студии был глава предприятия Рига Смежи Айверс Тауриндж.